Все жители Ульяновской области должны проявлять ответственность и дисциплинированность в борьбе с коронавирусом. С этой темы губернатор Сергей Морозов начал еженедельное заседание штаба по комплексному развитию региона. За соблюдением противопедагогических мер должны следить представители власти и бизнеса. Мы не будем останавливать экономику. Поэтому можно громко сказать, мы за поддержку бизнеса. Мы против ограничений закрытия предприятий. Вместе с тем, мы не за то, чтобы быть с закрытыми глазами. Поэтому я еще раз призываю весь предпринимательский класс, который у нас с вами в регионе есть, независимо от размеров, тщательно следить за соблюдением мер. Корпоративные меры предосторожности будут вырабатываться целенаправленно для каждого отдельного предприятия. Губернатор поручил продумать новые меры поддержки бизнеса. Следом за бизнесом изменится работа органов власти. Заседания правительства будут проходить в дистанционной форме. Так же, как и заседания совещательных органов власти. Подобный формат работы станут использовать и муниципалитеты. Голосования будут проходить заочно. Проведение совещания в дистанции запланировано на весь период действия режима повышенной готовности. Ситуация по коронавирусу тяжелая. Нагрузка на здравоохранение огромная. Но это не повод забывать о других болезнях. Мы не должны, Екатерина Владимировна, все же отказываться от плановой медицинской помощи. Мы должны искать новые формы. Взамен тех помещений, которые сегодня, так сказать, занимаем под госпиталя, где, каким образом мы будем оказывать плановую медицинскую помощь. Значительные показатели по ОРВИ. За весь период выявлено свыше 87 тысяч случаев. В дневмонии больше 13 тысяч заболевших. Чуть больше 100 человек госпитализированы за сутки с подозрением на коронавирус. У нас произошел рост количества ОРВИ. Если последние две недели предшествующим у нас регистрировалось по 10 тысяч случаев ОРВИ, то за срок третьей недели зарегистрировано 11 204 случаев. Интенсивный показатель 90 на 10 тысяч населения. Недельный эпидпорог по совокупному населению превышен на 34%. Хуже всего ситуация обстоит в областном центре, где эпидпорог превышен на 55%. Радует, что пока лабораторно не выявили ни одного случая гриппа на прошедшей неделе. Но главной проблемой медиков продолжает оставаться с коронавирусом. В настоящее время мы работаем над перепрофилированием Центральной городской клинической больницы полностью под базу для лечения новой коронавирусной инфекции. Это 611 коек в семиэтажном корпусе, где располагались все основные отделения Центральной городской клинической больницы. Планируется, что госпитализация пациентов начнется с 1 ноября. Экстренных пациентов, которых принимали учреждения, распределят в областную больницу и Центр оказания специализированных видов медицинской помощи. Плановая помощь будет осуществляться по городским поликлиникам. В регионе также ищут новые способы улучшения медицинской помощи населения. С одним из предложений выступил губернатор Сергей Морозов. В различных странах мира существует практика использования мото-бригад, то есть на мотоциклах. Для врачей, которые оказывают скорую, экстренную, какую-то другую помощь. Это и Германия, и Австрия, и Венгрия, и Австралия, и Великобритания, и Нидерланды, и Бразилия, и Польша, и Словения, и Ирландия. Давайте вместе подумаем. Вот я не так давно встречался с нашими ночными волками, так сказать, другими. У нас много тоже желающих оказать содействие. Пандемия – это не повод откладывать другие важные вопросы жизни региона в долгий ящик. На штабе губернаторам был дан старт тематической недели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день мы завершаем выполнение работ на территории Ульяновской области. Полностью завершены работы на 58 объектах. Протяженность дорог на этих объектах составила чуть больше 128 километров. И нам до 1 ноября осталось завершить три объекта. Это в Сурском районе, в Радическом районе и в Индинском районе. В течение недели на территории области будут проходить специализированные мероприятия, посвященные профильному национальному проекту. В их числе открытие отремонтированных и построенных участков автодорог федерального и регионального значения, заседание комиссии по безопасности дорожного движения и другие. Егор Титов, Артем Куранов, Новость Уллправда ТВ.